Литературный чтение Произведение малого жанра устного народного творчества «Загадок». Узнаете, для чего нужна загадка. Научитесь сочинять свою загадку по образцу. Одним из малых жанров детского фольклора является загадка. Для детей это увлечение. А знаете ли вы, что загадки появились очень давно? Люди сочиняли и несли ответственность за них, так как зачастую от загадок зависела жизнь человека. Во многих сказках предлагается герою загадка, и от этого будет зависеть его жизнь или судьба. Вот и мы прочитаем отрывок из русской народной сказки и узнаем, как от загадок зависела жизнь человека. Откройте учебник на странице 89. Елена Премудрая по мотивам русской народной сказки. Жил-был старик. У него было три сына. Два умных, третий Иван-дурак. В те времена правил царь. Это давно уж было. У него была дочь. Она и говорит отцу. Позволь мне, батюшка, отгадывать загадки. Если у кого отгадаю загадки, того казнить, а не отгадаю, за того пойду замуж. В тот час сделали клич. Многие являлись, всех казнили. Царевна отгадывала загадки. Иван-дурак говорит отцу. Благословляй, батюшка. Я пойду к царю загадывать загадки. Куда ты, дурак? И лучше-то тебя были, да их казнили. Благословишь пойду, и не благословишь пойду. Делать нечего. Отец благословил. Иван-дурак поехал, видит у дороги хлебное поле. В хлебе лошадь. Он выгнал ее к нотикам, чтобы не отаптывала, и говорит. Вот загадка есть. Едет дальше. Видит змею. Взял ее, заколол копьем и думает. Вот другая загадка. Приезжает к царю. Его приняли и велят загадывать загадки. Он говорит. Ехал я к вам, вижу на дороге добро. Молодец. С тех пор они жили долго и счастливо. Не смогла царевна разгадать загадок Ивана. И поэтому, как и обещала, вышла за него замуж. Ребята, а как вы думаете, в чем заключается хитрость загадок? В своих загадках Иван спрятал ответы, назвав их иным, другим словом. Вот так и получилось, что хлеб, лошадь и кнут – это добро. Ехал я к вам, вижу на дороге добро. В добре-то добро же. Я взял добро-то, да добром из добра и выгнал. Добро от добра и из добра убежала. Ребята, а как вы думаете, что помогло Ивану придумать загадки? Наблюдательность, сообразительность. Давайте разберемся, что же такое загадка, для чего они нужны и какие виды загадок бывают. Загадка – это короткое произведение устного народного творчества. Но от других жанров малого фольклора отличается тем, что в этом коротком произведении не называется сам предмет, а только его признаки, узнаваемые особенности, по которым можно догадаться, о чем идет речь. Давайте прочитаем два произведения и сравним их. Ветер елками шумит, ежик наш домой спешит, а навстречу ему волк, на ежа зубами щелк, еж иголки показал, волк со страху убежал. В этом произведении называется предмет. Мы прочитали потешку про ежика. Вот иголки и булавки вылезают из-под лавки, на меня они глядят, молока они хотят. А это произведение загадка. Предмет не называется, но по отличительным особенностям иголки и булавки мы смогли определить, что речь идет про ежика. Отгадайте загадки о сказочных персонажах. Отгадку вы найдете в самой загадке. Василиса прекрасная из сказки «Царевна лягушка». Какие слова в загадке вам помогли отгадать ее? «Стрела», «Болото», «Зеленая кожа», «Красивой», «Пригожей». Был похож на мяч немножко и катался по дорожкам. Укатился ото всех, кроме рыжей. Вот так смех. Колобок. С помощью каких слов узнали в загадке колобка? Похож на мяч. Укатился ото всех, кроме рыжей. Молодцы, ребята, справились с загадками. А как вы думаете, зачем нам нужны они? Основное назначение загадки в том, что она развивает в человеке догадливость, сообразительность, умение видеть необычное в обычном. Загадка состоит из двух частей. Загадки вопроса и отгадки ответа, которые между собой связаны. В загадке присутствует иносказание. Стоит матрешка на одной ножке, закутана-запутана. Капуста. Она может быть построена в виде вопроса. Кто на себе свой домик носит? Улитка. Бывают загадки-описания. Длинное ухо, комочек, пуха, прыгает ловко, любит морковку. Заяц. Отгадываемый предмет может нести в себе элемент отрицания. Кругла, а не месяц. Желта, а не масло. С хвостиком, а не мышь. Репа. Тематика загадок разнообразна. Природа. Белк, как мел, с неба прилетел, зиму пролежал, в землю убежал. Снег. Мир животных и растений. По веткам скачет, а не птица. Рыжая, а не лисица. Белка. Ребята, а хотели бы вы научиться сочинять загадку? Рассмотрим памятку, которая поможет вам сочинить загадку. Сначала нужно выбрать предмет. Затем найти такие признаки предмета, по которым его можно узнать. Нужно подумать, с каким предметом его можно сравнить. И последнее. Спрячьте за эти признаки предмет и загадайте о нем загадку. Например, предмет-лампочка. Ее можно узнать по форме. Она несъедобная. Сравнить можно с грушей. Спрячем за эти признаки предмет. Висит груша, нельзя скушать. А теперь догадайтесь, какой предмет спрятался. Признаки. Круглое, желтое, далекое. Можно сравнить с предметами. Кругла как тарелка, желта как репка. Загадка. По синему небу плывет. Желта, а не репка. Кругла, а не тарелка. Висит она высоко, а не падает. Это луна. После завершения урока попробуйте сочинить свою загадку. Выполните шестое задание в учебнике на странице 91. Сегодня на уроке вы узнали, что загадка – это жанр устного народного творчества, который подразумевает отгадку явления или предмета. Загадка развивает в человеке догадливость, сообразительность, умение видеть необычное в обычном. На этом наш урок окончен. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова